Вернемся к теме детства. На фоне объединения частных детских садов Югры в один союз для того, чтобы было проще выживать, в Сыргутском районе всплыли совсем неожиданные факты. Так, в поселке Солнечном единственный частный детский сад пользуется огромной популярностью у местных родителей. Тогда как в Федоровском, при очереди в две сотни малышей, филиал того же частного детского учреждения вынужден был закрыться из-за отсутствия детей. И она с утромина продолжит. Много массово уезжают в отпуск родители, и детей стало поменьше. Единственный частный детский сад в Федоровском был открыт еще в марте, но не набрав даже группы воспитанников, учреждение пришлось закрыть. Пока до сентября недоумевает предприниматель Маляка Башаева. Просто в поселке Солнечный, к примеру, ее детище более чем востребовано еще с 2005 года. Маляка решилась на индивидуальное предпринимательство, когда стены трехкомнатной квартиры перестали вмещать всех подопечных малышей. А количество желающих пристроить свое чадо растет и по сей день. Мы еще были слишком маленькие, когда решили отдать ребенка. И в этом возрасте не берут в государственный садик. Отдать полуторагодовалую дочь в частный садик Александра Саулевича с супругой убедили знакомые. Пока ни разу не пожалели. Маленькая Ксюша всегда чистенькая, сытая, спокойная. А главное, развивается как положено. Дома бы столько она не получила бы. А вот дочь Вероники Старожиловой полностью высидела с мамой отпуск до трех лет. Место в муниципальном саду ждать еще долго. А на работу надо. Поэтому год назад решили отдать ребенка в золотой ключик. Записались, прошли медкомиссию, все как положено. Стали ходить, ребенок адаптировался очень быстро. По словам мамы, ребенок даже по выходным стал проситься в садик. А через пару месяцев к изумлению родителей с гордостью начал демонстрировать первые полученные на занятиях знания. Стал говорить лучше. Была проблемка небольшая с дикцией, с речью. Ребенок повысил свой словарный запас, то есть лексикон увеличился. Входим довольны. Уже утром просыпаясь, называем имя Ольга Николаевна. Все, к воспитателю мы стремимся, идем, бежим. Пятеро сотрудников пришли к маляке со своими малышами. Все, включая директора, сегодня и программы пишут, и белье стирает, и площадку метут. Главный принцип в коллективе – малышам должно быть хорошо. Они нашли подход. Вы знаете, вот такое самобережное отношение к моему ребенку. Я очень довольна. По мнению местных мам, если сравнивать по цене, у индивидуального предпринимателя оплата за детский сад значительно выше. Сегодня это 10 тысяч рублей против трех государственных. Однако то внимание и забота, которые окружены здесь малыши, того стоит. Сегодня в садик маляки привозят ребятишек даже из соседних поселений. А были случаи, что и назад возвращались воспитанники, получившие место в бюджетном учреждении. Правда, Федоровский филиал частного «Золотого ключика» почему-то так и стоит закрытым. Из-за отсутствия воспитанников. Яна Сутермен, Александр Латыпов, телерадиокомпания «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!